Всем привет! Смотрите на нашем канале самые интересные новости телепроекта Дом-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылку смотрите ниже, в описании к видео. На Поляне состоялось мужское голосование. Основные кандидаты на вылет это старенькие участники Колян Должанский и Николас Карапанайотидис, а также новенькие Алекс и Денис. В итоге едва не выгнали Костю Иванова, но его спасла Саша Гозиас. Она сказала, что он ей нужен, что она действительно в него влюблена. Им дали еще целую неделю, чтобы они показали свои отношения. Саша Гозиас была очень сильно обижена на Костю, потому что после близости, которая у них была, он оценил ее на 3 с плюсом. Саша даже уходила ночевать к Татьяне Владимировне в Бунгало, но после этого голосования, когда чуть не вылетел ее любимой, она собирается ночевать опять у Кости. Татьяна Владимировна рассказала, что она общается с Костиной женой. Они действительно находятся в разводе, но он очень мало общается со своим сыном. Также она рассказала о размере алиментов, которые он платит исправно. Раньше он присылал своему сыну по 5 тысяч рублей в месяц, а последние два месяца по 25 тысяч. Видимо, заработки на проекте у него неплохие. Тимур Гарафуддинов заявил о своем желании полететь на Сейшелы. Лететь он хочет пока один, сейчас ему готовят визу. Посмотрим, как скоро он заявит, что хочет полететь туда с Сашей Харитоновой или с Кристиной Лисковец. Лиза Шароха после расставания с Вовой Гаути впала в депрессию. Николас, который тоже разочаровался в Маше, пригласил ее в кино на ужасы. Вот так два разбитых сердца помогают друг другу забыться. Может быть, на проекте намечается новая пара. Вова Гаути же сделал свой очередной и окончательный выбор – это Катя Гужвинская. А чтобы у него не появилось желание вернуться к Лизе Шарохе, он записал видео, где дает обещание покинуть проект в том случае, если возобновит с Лизой отношения. Илья Ябаров и новенькая Лена Босс объявили себя парой. Елена будет с легкостью отбивать от него поклонниц, потому что у нее есть черный пояс по тайквондо. Саша Артемова и бывшая участница проекта Нелли Ермолаева снялись для обложки апрельского номера журнала «Дом-2». Саша специально прилетала в Москву ради нескольких часов съемки. Потом они вместе с Женей Кузиным планируют отправиться в Новороссийск к его родителям. Для этого есть повод. У мамы Жени как раз день рождения. Он пишет «Любимая моя мама, улыбайся каждую секунду, минуту, час, день. Любимая моя, спасибо тебе за все». Вика Романец и Андрей Черкасов ходят вместе за покупками. Вика пишет «Мужчины так любят ходить за покупками, особенно добавлять, когда не хватает, любую сумму, лишь бы побыстрее». При этом они продолжают всех уверять, что они не вместе. Маша Чужакова собирается принять участие в конкурсе «Русская красавица». И она обращается к своим подписчикам «Поддержите меня, мои дорогие». И о бывших участниках проекта. Рита Марсо делится своей радостью по поводу получения шенгенской визы. У нее были с этим проблемы, она получала три раза отказ. В итоге получить визу ей удалось только с помощью частной фирмы. А уезжать Рита собирается в Амстердам вместе с мужем, у которого там дела. Илья Коротков, который расстался с Машей Бухун, улетел в Балтийск, чтобы навестить свою дочь. Его подписчики пишут в комментариях, ну, наконец-то он наотдыхался, проспался и вспомнил про своего ребенка. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на публичную страницу ВКонтакте. Ссылка есть в описании к видео. Всего вам доброго! Субтитры сделал DimaTorzok